Добрый вечер! В эфире «Вести» Карачао-Черкесия. Студия Ярослав Щекланов. Смотрите в нашем выпуске. Региональный сосудистый центр отмечает свое десятилетие. Современное оборудование и квалифицированные специалисты позволили лечиться в регионе. Вахта памяти 21. Более 500 участников из Невиномыска собрались на Софийской поляне почтить память солдат-героев Великой Отечественной войны. Юным россиянам в честь Дня России вручили главный документ. По традиции в государственный праздник получают паспорта школьники. Пингвишоу «Ла Старико» – яркая премьера лета в Кисловодском государственном цирке на манеже пингвины. Сегодня исполнилось 10 лет сосудистому центру Карачаево-Черкесии, который работает на базе Республиканской клинической больницы. Он оказывает медицинскую помощь больным сосудистыми заболеваниями. Подробности у Мурата Джанкёзова. Ежегодно в региональном сосудистом центре пролечиваются сотни пациентов. Благодаря современным методам лечения и профессионализму врачей и медицинских сестер большинство выписывается в состоянии самообслуживания. Такое выдающееся достижение стало возможным благодаря ежедневным титаническим усилиям профессиональной команды медицинских работников регионального сосудистого центра. С трибуны в адрес медицинских сотрудников центра было сказано много добрых слов и пожеланий. Сосудистый центр – это один из тех медицинских центров, которым мы гордимся, который на самом деле выполняет все возложенные на него задачи. Мы все помним время, когда человек после инфаркта становился глубоким инвалидом. На сегодняшний день, Марат Борисович, я не ошибаюсь, третий, четвертый день вы уже выписываете его у себя из стационара, и человек полностью возвращается к здоровой, полноценной, активной жизни. Впервые в Карачаево-Черкесии отделение сосудистой хирургии было организовано в 1995 году на базе Черкесской городской больницы. С сентября 2010-го оно переведено в республиканскую клиническую, и уже в 2013 году выполнена первая операция на открытом сердце. Мы с Маратом Борисовичем были в апреле 2011 года на знаменитой конференции медицинских работников, где выступал Владимир Владимирович Путин. Не прошло и двух лет, как после этого мы успешно все запустили под руководством Марата Борисовича. Уже в то время Дамир Владимирович был главным врачом, все заработало, и в 2013 году уже, уже по согласованию с Рашидом Борисовичем, мы перешли к следующему этапу. И тоже в отличие от многих регионов, у нас была выстроена, вы знаете, операционная с эффектом чистых помещений, закуплено соответствующее оборудование, и мы перешли к высоким технологиям и к открытым операциям на сердце. И это было тоже колоссальное достижение для нашего региона. Коллектив сосудистой хирургии с юбилеем поздравили и вручили почетные грамоты представители парламента Карачаева-Черкесии, профильного министерства и организации правсоюзов медицинских работников. Выступившие отметили огромную роль Центра сосудистой хирургии в оказании высокотехнологичной медпомощи, которую ранее жители могли получить только за пределами республики. Если брать статистические показатели, то в 2010 году смертность от сельско-сосудистых заболеваний составляла 662 пациента на 100 тысяч населения. Сейчас она составляет 323, то есть почти в два раза смертность этого уменьшилась. Взрослых больных начали оперировать деток с пороками сердца, начали оперировать больных с онкозаболеваниями. Уже два года мы занимаемся новым направлением, новой ветвью нашей деятельности – это лечение этих больных с первичными раками. Мы начали выполнять эндоваскулярные операции на сосудах головного мозга, на брюшной аворте. И также продолжаем их, с 2013 года начали выполнять открытые операции на сердце, также и продолжаем их делать. Каждый год в региональном сосудистом центре проводятся сотни сложнейших операций, а своевременно проведенные терапия и лечение при инфаркте и инсульте позволили за 10 лет работы вернуть к нормальной жизни сотни и сотни человек. Мурат Чантьозов, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия. Более 500 участников из Невиномыска собрались на Софийской поляне почтить память солдат, кто ценой собственной жизни подарил мир. В Архизе стартовал туристический слет вахта памяти 21. На мероприятие побывал и наш корреспондент Алихан Лепшоков. Вот уже много лет здесь, на Софийской поляне, у мемориала памятника защитников перевалов Кавказа проходит туристический слет вахта памяти. И, как отмечают участники, это прекрасная возможность отдать дань память тем, кто ценой собственной жизни подарил нам мир и благополучие. В этом году торжественное мероприятие приурочено ко Дню России 76-й годовщине Победы во Великой Отечественной войне. На этот раз туристический слет собрал 40 команд. В открытии принял участие председатель Народного собрания Карачаева Черкесия Александр Иванов. Он подчеркнул, что такие мероприятия позволяют воспитать дух патриотизма у молодежи и сохранить память о героизме наших предков. Это мероприятие, оно очень значимое, потому что люди организуются, они ухаживают за памятниками, это способствует патриотическому воспитанию, несет вот такой большой глубокий смысл в воспитании подрастающего поколения. И надо выразить благодарность организаторам, что они делают такие вот мероприятия и то, что они их делают на территории Карачаева Черкесии. Впервые мемориал защитников перевалов Северного Кавказа был открыт в 1979 году. Тогда же на Софийской поляне прошли первые соревнования по туристической технике и конкурс военно-патриотической песни, которые стали прообразом нынешних туристических слетов вахта памяти. Наша задача помнить о том, какой ценой была завоевана победа. И мы сегодня видим, что каждый год многие туристы приезжают сюда, ухаживают за памятными местами и принимают активное участие в работе слета, отмечают организаторы. Сегодня это называется вахта памяти со спортивным уклоном. По многим видам туристического многоборья, преодоление водного препятствия, преодоление преграды на высоте. Данный слет – это прекрасная возможность почтить память наших героев. И, конечно, принять участие в состязаниях, отмечают участники слета. Команду может представить кто угодно, от детского сада до огромного предприятия. Это праздник туризма, праздник здоровья, праздник культуры, праздник вдохновения и дружбы. Я считаю, что это в каждом сердце должно жить. Это наша победа, победа России, великой страны. И это в каждом сердце. В завершении торжественного открытия участники слета возложили цветы к мемориалу защитников перевалов Северного Кавказа. Алихан Лепшоков, Расул Берди, Вести Карачаева, Черкесия, Софийская поляна, Архыз. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаеве, Черкесии выявлено 13 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 20 632 человека. Из них 20 265 выздоровели, 102 человека госпитализированы. В День России первый серьезный документ-паспорт получили 13 юных граждан. Это отличники, спортсмены, волонтеры и активисты. Торжественная церемония состоялась во Дворце культуры Черкеска. Альбина Ламкова продолжит тему. Совсем юные девчонки и мальчишки волнуются. Они получают главный документ в своей жизни – паспорт гражданина Российской Федерации. Вместе с ним школьникам выдали и новый текст Конституции. Получение документа удостоверяющего личность дает широкие права, но вместе с тем накладывает и немалые обязательства и обязанности. И долг каждого из вас – достойно нести высокое звание гражданина России, чтить и уважать законы нашего государства. Вручение паспорта в государственные праздники стало доброй традицией. В торжественной обстановке его получают дети, показавшие отличные результаты в учебе, спорте, творческой и общественной деятельности. Я не раз участвовала в Олимпиадах. Я занимаюсь в секции плавания, мне это очень нравится. Я люблю спорт и активный образ жизни. Для меня это очень важный день. Мне пополняют радостные эмоции. Я теперь являюсь гражданином Российской Федерации полноценно. Родители переживают ничуть не меньше своих детей. Это очень волнительный момент и для нас, и для ребенка. Вступают за взрослую жизнь. Я хочу пожелать своему ребенку и всем деткам, которые получили сегодня паспорт, успеха во всех их начинаниях. Пусть их жизнь будет такой же яркой, как сегодняшний праздник. Пусть их всегда впереди ждет удача, успех. А мы, в свою очередь, постараемся им помочь в этой взрослой жизни. После торжественной церемонии награждения ребята дружно произнесли клятву гражданина Российской Федерации. Получение паспорта – символичное начало взрослой жизни. Юношам и девушкам пожелали своими делами и поступками укреплять авторитет своей страны, а учебой и трудом доказывать почетное звание гражданина. Альбина Ламкова, Роберт Джигутанов, Вести, Карачаева, Черкесия. Настоящий бразильский карнавал – пляжная вечеринка с экзотическими животными. Уникальный аттракцион «Бессмертие халтикинца» – яркое тропическое шоу на арене Кисловодского цирка. На премьере пингвишоу «Ла Старика» побывала Светлана Шаганова. Цирк моего детства. Мы часто слышим эту фразу. Особенно нам дорог Кисловодский. Почти за полвека он собирал и собирает немало зрителей. И это визитная карточка курортного города. Парад «Але». По красной дорожке идут артисты с флагами разных стран. Яркие представители цирковых жанров. Своё профессиональное мастерство они демонстрировали на всемирных фестивалях. Премьера началась с аншлага. Жители и гости Кисловодска спешили на яркое представление лета. Сегодня на арене будет жарко. Пингвишоу «Ла Старика» – это многожанровая программа с участием легендарной цирковой династии Майхровских. Это не просто шоу, это спектакль. И зрители путешествуют по разным странам. Артисты представляют редкие и сложные номера. Но как заставить попугая прокатиться на самокате? Пеликаны, морские львы, озорные попугаи. Кенгуру-боксер вступает в поединок с соперником. Одним словом – зрелищность и экзотика. А вот и эксклюзив. Пингвины, Люба и Цаца. Экзотические артисты удивляют зрителя своим мастерством. Питаются исключительно балтийской килькой. Она должна быть идеальной. Вот одна к одной вообще. А где вы берете балтийскую кильку? А это секрет. Нет, у нас работают специальные люди. Целый отдел цирка. Поставок работает на нашу Цацу с Любой. Яркие репризы дарит легенда цирка представитель плеяды клоунов Советского Союза Евгений Майхровский. Он же клоун Май. В нем сразу чувствуется советская клоунская школа. Сколько лет вы уже в цирке? Столько не живут. Ну я очень давно. С трех лет. А вот и королевские пудели. Очень игривые, забавные. С легкостью выполняют задания своего хозяина. На этом разнообразие не заканчивается. В цирковом спектакле одна сцена сменяет другую, как и антураж. Здесь и образец испанского рыцаря. Необычайно красивый номер Love Story. А от этого аттракциона просто дух захватывает. Народный артист России Владимир Давейко представил номер Millenium. Здесь нет права на ошибку. Все просчитано до миллиметра. Взрыв эмоций. Словом, вихрем врываются на манеж лихие ахалтикинские лошади с бесстрашными скакунами. Под руководством представителя старинной цирковой династии Бяшима Амнаева. Дрессировщик работает только с ахалтикинцами, так как они грациозные и выносливые. Гордость в Туркмении. Конечно, это не просто дается легко. Это очень долго готовить надо лошадей, людей. У меня здесь профессионалов вообще нет. Я прямо с улицы беру, по походу определяю и готовлю. Яркий финал, не смолкающие аплодисменты и слова признательности директора кисловодского цирка Ирины Веселкова-Лен за праздник, подаренный зрителям. Давайте все вместе поблагодарим артистам за высокое качество и за ту радость, которую они дают людям. Летние каникулы в самом разгаре. И у всех есть прекрасная возможность увидеть пингвишоу Ласта-Рика наяву в Кисловодском цирке до 11 июля. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести, Крачаево-Черкесия, Кисловодск. Это все Вести прямо сейчас. Продолжение фильма «Эксперт». Редактор субтитров А.Семкин